Всем доброго времени суток, дорогие гости и подписчики моего YouTube канала. В сегодняшнем видеоролике я хочу сделать некий тест, как говорил ранее, то, что сколько мы сможем заработать буквально за один час беспрерывной рыбалки, ну, в принципе, на рыболове, чтобы вы для себя могли понимать, сколько это будет плюс-минус денег и стоит ли вообще этим заниматься. Но, слава богу, у меня уже есть машина, в которую я смогу загрузить ни много ни мало, а именно 200 килограмм рыбы, по-моему, да, вот инвентарь 200 килограмм, это все, типа, тоже занимает место, но оно занимает всего лишь 15 килограмм веса. То есть инвентарь у меня еще плюс на 46 килограмм, это плюс-минус будет 200 килограмм рыбы. После последнего обновления на Diamond у меня, конечно же, стало меньше места в инвентаре, потому что все это дело они как бы пофиксили, они более сделали реалистичные багажники. В общем, не суть, сейчас я отправлюсь на место для рыбалочки, вернусь к вам, и мы, собственно, начнем. И место для рыбалочки я выбрал именно вот тут, недалеко от пирса, потому что тут народу, как я так понимаю, меньше, а шанс того, что у нас взломают тачку, также меньше. И также, когда я был вот там, вот на пирсе, наверху, там постоянно происходят какие-то заварушки, типа, подъезжают бандосы и так дальше. Поэтому я думаю, здесь будет самое адекватное место. Время, чтобы мы могли понимать. 11.15 справа вверху вы тоже можете видеть. То есть мы начинаем, я уже одну рыбку словил для того, чтобы попробовать, можно ли тут словить вообще. Вот, одна есть. И погнали. Все, в 12.15, мужики, я вернусь к вам, и мы поедем, продадим всю рыбу. И все будет, в принципе, красиво. Давайте посмотрим, сколько мы заработаем за место пребывания здесь, ребят. А с вас я попрошу поддержку, это в виде лайкосика и подписки на канал, потому что это самая лучшая поддержка, поэтому давайте, ребят. Спасибо большое за лайкос. Я думаю, ты поставил уже его, а я буду ловить, ловить, и через час буквально мы с вами встретимся. Для вас это будет буквально пару минут, ну а для меня это целый час. Буквально за 15 минут, грубо говоря, у меня получилось забить полностью свой инвентарь рыбой. Сейчас я все это дело переложу в машину, для того, чтобы место в инвентаре освободилось. И мой улов такой себе, потому что у меня всего лишь 5 краба, а он здесь самый дорогой. И 19 окуня, но при этом одна креветка. Креветка здесь стоит меньше всего, поэтому это хорошо то, что она одна, а окуня считать 19 штук аж. Это по-своему. Поэтому пойду ловить дальше, у меня еще осталось нормально так времени. Поэтому половлю и посмотрим, что там у нас получится. Может, на этот раз улов будет получше. Я хочу сказать, ребят, что те деньги, которые я заработаю за час, это приблизительная сумма, которую вы можете заработать. Потому что у вас может больше падать краба, меньше, допустим, окуня. А здесь разная ценовая политика, поэтому это только приблизительно я вам покажу, сколько вы можете иметь за час работы на рыболове. Ребят, также я хотел напомнить, если вы хотите играть вместе со мной, то, в принципе, указывайте ему ник при регистрации в поле пригласившего игрока. Я за вас получу какую-то валюту, а вы, в свою очередь, от меня получите какие-то приколы. Те самые деньги на первое время, те самые машину на первое время. То есть от вас ничего не требуется, и при этом вы ничего не теряете. Еще раз забил свой инвентарь до Талова, поэтому переложим в машину, и я вам скажу, прошлый улов, как мне показалось, был реально куда лучше. Ну да, здесь 4 краба, опять-таки, очень много окуня. Соответственно, если в этом месте очень много окуня, значит, в каком-то другом очень много краба. Я найду это место обязательно, и вам покажу его. Я уже в поисках его объезжу весь штат, но я его найду. Так, и у нас остается, в принципе, еще 110 килограмм свободного места в багажнике. Я думаю, это нормально, это еще несколько раз можно забить. Но у нас челлендж час. Вот, уже 11.47 мы можем видеть в правом верхнем углу, поэтому начал я в 11.15. В 12.15 мы поедем, продадим все это дело и посмотрим, как оно все будет. Главное, чтобы падало больше в данный момент креветочки. Ой, креветочки, говорю этого, краба. Краб вот здесь, как бы, ценится больше, чем креветка, намного больше. Поэтому, ребят, вернусь, как только, так сразу. Ребят, вот, собственно, и прошел час. Я думал, это все дело будет подольше, но, как бы, он пролетел вообще незаметно практически. Но есть одна беда. У меня пропала машина, содержимое ее на месте, но мне надо, как бы, до нее добраться. Сейчас я к ней добираюсь, и мы сразу летим в магазин все это дело продавать. И смотри, сколько же мы получаем за один час рыболовли. Но, по моим таким наблюдениям, то, что это не очень такой улов крупный, потому что очень много окуня, которые стоят там по 100 долларов, уй, по 60, по-моему, что-то такого. Давайте сейчас доберусь до своей тачки и, собственно, продолжим. Так, вот я приехал к своей машине. Я надеюсь, просто она была закрыта, и ничего не пропало. Да, все есть, в принципе, это отлично. Теперь мы едем, пацаны. У нас магазин тут вообще близко, то есть буквально за углом. Сейчас будем продавать, в принципе, от меньшего к большему. Соответственно, все свои денежки я переложил, вот как видите, на банковский счет. Их осталось немного, потому что мне надо было чуть-чуть потратиться на аренду. Так, погнали. Сейчас я все это дело изначально перекину сюда. Мы будем продавать от креветки, окунь, лосось и краб. То есть, и посмотрим. У меня на счету сейчас 68 долларов. Это, в принципе, ничто. Так, креветки. Давай 20 креветок сразу пойдем продадим. Просто для наглядного примера. Можно было бы продать все сразу, но я хочу посмотреть, сколько нам дадут за 20 креветок. Так, продать сырую рыбу. 420 долларов, то есть они вообще не ценятся, вы понимаете. То есть, 20 креветок и всего лишь 420 долларов. Теперь продадим окунь. Окуня у нас 51 тушка. Это очень, как бы, дофига. Так, это лосось. Окунь. И он будет его по 10 штук перетаскивать. Но мне самому интересно. Вот реально, это же немало, да? 51 шкура. Погнали. Посмотрим, сколько нам дать за 50 туш. Окуня. Здесь краб более всего ценный. Так, ну это уже 2000. Это уже 2000. То есть, это уже деньги. Это уже отлично. Теперь окунь. А, лосось теперь. Окунь же только что был. Погнали. Было бы у меня 50 туш краба, это было бы, в общем, очень-таки неплохо. Можно этим, кстати, будет заняться. 1400. Ну, это плюс-минус будет сейчас у меня на руках 7000. 7К у меня будет плюс-минус на руках. А, инвентарь игрока не может. Понятно, только 10 туш краба влазит. Ну, и за 10 туш краба мы получаем сколько? 1600. Ну, вот как бы, видите, краб, я же говорю, плюс-минус 7000 будет. Но, на самом деле, это неплохие деньги. К тому же, я же говорю, час пролетел очень быстро. Но теперь вы знаете все про рыбалку. Если что-то не знаете, у меня есть два прошлых ролика про рыбалку. Вы можете... Нельзя так часто продавать рыбу. Вы можете посмотреть, в принципе, их. Ну, вот, 7200. Вот, минус те 6... 68 долларов. То есть, ну, 7000 есть. 7000 это нормально, пацаны, я вам говорю. На этом проекте это нормально 7000. Но, я же говорю, по моим подсчетам, это такой был себе улов. Почему? Потому что мне очень часто падали какие-то окуни за вместо тех самых крабов. То есть, решайте для себя, стоит этим заниматься или же нет. Мое дело показать. Я показал, провел час на рыбалке, а уже делать выводы, конечно же, вам. Ребят, если был полезен ролик, я попрошу поставить тебе лайк, если подписаться, потому что это очень важно для меня. А тебе желаю хорошей рыбки, если будешь этим заниматься. Напиши, сколько у тебя получилось за час или за какой-то отрезок времени заработать денег. Мне будет реально интересно почитать, либо это я такой невезучий, либо это на самом деле оно так не прет. Поэтому, друзья, всем спасибо за внимание, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok